Мы сейчас находимся в Новодевятковской средней школе, где я провел свои детские времена. Я учился здесь с 1 по 11 класс и вспоминаю всегда это место с особым теплом. Всегда рад возвращаться сюда. Новодевяткович – это такое довольно уникальное место, так как она моя, можно сказать, малая родина. Любимые места – школьный спортзал, домашняя площадка около моего дома, школьный стадион, все. Я очень много времени проводил именно в этих местах. И реально были крутые времена. Я встретился сегодня с моей учительницей английского языка, и это была такая немножко неожиданная встреча. Она всегда в школе. Мне говорила, что Влад, тебе английский постоянно будет нужен. И она была права, как оказалось, так как мне нужно было общаться с американскими легионерами в нашей команде. И да, она все время подшучивала что ли надо мной и все время говорила со мной на английском. И когда я ей отвечал на русском, она говорила, нет, близнюк, на английском. Ответь на английском. Я здесь начинал играть в баскетбол и, пользуясь моментом, хочу пожелать всем школьникам, которые обучаются в этой школе, двигаться к своей мечте, никогда не останавливаться. Очень хочется верить, что я буду не единственным игроком команды «ЦМОКИ Минск». Возможно, в будущем из вас кто-то тоже пополнит ряды этой команды и будет представлять нашу страну на международной арене. Это действительно классно, но это нелегко, но это возможно. Закончил школу с золотой медалью, поэтому всегда хорошо учился. Мне нравилось учиться. Начальные классы я уже, конечно, не так хорошо помню, но помню, как моя первая учительница учила меня. Хотела, чтобы я хорошо учился. Вот, ну так. Субтитры подогнал «Симон» Было интересно послушать о жизненном пути тренера, о жизненном пути Влада, узнать эмоции, всякие переживания и послушать о достижениях этой команды. Мне сразу хотелось подойти к Владу, и чтобы он мне дал свой автограф. Моя мечта – сыграть с Владом. Конечно же, это все происходило на моих глазах. Так случилось, что я работал тренером в своей деятельности и вел тренировку у старших. А Влад, в принципе, в начальных классах фанател футболом. Он любил футбол. И как-то так не получалось у меня начать с ним в баскетбол. Но на одну из тренировок к старшему заглянул он. Это был, может быть, первый, второй класс, уже не помню точно. И сделал, как он мне потом рассказывал, взял мяч и бросил, бросил как получилось. И сразу попал. И после этого у него проснулась тяга к баскетболу. И с этого момента, уже можно сказать, с начальных классов мы начинали потихонечку его подпускать к более старшим учащимся, с которыми и начал формировать из него баскетболиста. До 11 класса Влад учился в нашей школе. И все это время мы, по сути дела, с начальных классов, это около 10 лет, все вот эти разы баскетбола. Конечно же, где-то начиная с класса 7-го, он активно уже стал привлекаться и в команды Гродненской области. Играл на спартакиадах Республики Беларусь за Гродненскую область и за Гродненскую команду «Регион». Там был Атаканджи Дзидевич, его возглавлял. Но он постоянно тренировался у нас. На все эти выезды просто приходилось иногда даже возить в Минск на тренировку. Там два денечка он потренируется перед соревнованиями и поехал на соревнования. Никакого разграничения и близко не было, потому что ему доставалось больше всех. У меня требовательность к нему была особая. И получал он... У нас конфликты могли быть через тренировку, потому что спуску я никакого не давал. Он, конечно же, любил это дело, но я, может быть, где-то и пытался опередить время, хотел большего от него, чем он мог на то время. Поэтому вот что касается моей требовательности, то никаких поблажек ему не было, а давайте, скажем, прямо получал он больше всех. Впервые такой момент случился, когда он был в пятом классе. Мы поехали на областные соревнования, тогда назывались стритбол по месту жительства. Он на три-четыре года был младше всех соперников. Он был в пятом классе, условно говоря, там, по-моему, восьмиклассники должны были играть. И мы так играем, два дня шел турнир, матч за третье место, приходит гродинский тренер Кец на нашу игру, а ему уже из местных гродинских тренеров кто-то подсказал, что есть какой-то самородок такой. В Слониме приехал, и он на него посмотрел и говорит, да, говорит, я тренирую ребят, но у меня таких детей еще я не видел. После этого он посоветовал мне обратиться в Минск к тренеру Федору Роденко. Значит, он поехал с ними. На то время он был возраст вел, который стал чемпионом Республики Беларусь. 98-й год рождения был, Влад был 99-го года. Влад побыл в лагере там летним, и Роденко мне сразу сказал, говорит, у этого мальчика я хочу забрать. Ну, куда было в Минск в пятом классе отдавать ребенка? С этого момента я понял, что моя мечта как и отца, и как тренера может воплотиться в этом моем ученике. И поэтому, наверное, это такой переломный момент, когда я понял, что мы двигаемся в правильном направлении. Ну, то, что в Новодевятковичах баскетбольные традиции у нас очень глубокие. Они уходят в прошлое столетие, 70-е годы, когда уже на моей памяти здесь баскетбол был всегда. И, по сути дела, я, окончив эту школу, полюбил этот вид спорта. И зачем закончил спортивный вуз, и пришел в школу, хоть в районе не было баскетбола, но я был тренером, работал по легкой атлетике, но тем не менее параллельно всегда занимался баскетболом. Поэтому традиция – это очень важно. И то, что заложено было во мне, конечно же, я развиваю в своих учениках. Говоря про Влада, это, конечно же, самый успешный мой ученик. И его отношение к своей малой родине проявляется во всем, в трепетном отношении к родителям. У нас достаточно близкие такие семейные связи, что, конечно же, немаловажно для отца и матери, которые воспитали. Мы горды сыном не только в плане его спортивного достижения, а видим, что в нем есть человеческие качества, в нем заложены нормальные человеческие ценности. Ну, во-первых, это трудолюбие. Однозначно трудолюбие, потому что его не надо было заставлять идти на тренировки. Не все любят тренировки, все, как правило, любят поиграть. А вот он очень серьезно относился к тренировочному процессу. Я вижу, что эта тяга у него осталась. Это меня очень радует. Целеустремленность. Он четко ставит цель для себя. И иногда он как-то сам себе проговорит. Я вот к концу сезона, например, добьюсь вот этого, например, на своей позиции. Я, может быть, и, как правило, он добивается этого. Быть в команде и с ней взаимодействовать. Он всегда поддерживает партнеров, даже своих конкурентов на позиции. Вот это я тоже такое качество увидел. Где-то это должно быть, наверное, друг с другом конкуренция какая. У него эта конкуренция проходит достаточно безболезненно для каких-то взаимоотношений. Он очень уважает своих партнеров. Именно даже на своей позиции они для него не конкуренты. Они для него как такие друзья, как циркомальники, благодаря которым он сам себя развивает для того, чтобы стать лучше. Целеустремленность – раз. Здоровая самоуверенность – два. Фанатичность и трудолюбие, наверное, на третьем месте. Фанатичность и трудолюбие, наверное, на третьем месте.